В этом уроке мы будем делать материал ткани. И давайте создадим, опять же, обычный V-Ray MTL. И его настроим. В сцене я уже создал объект, на котором у нас будет материал ткани. Он, естественно, со складками, чтобы мы видели все эффекты, которые мы будем настраивать. И у меня уже заготовлено несколько текстур. Это текстура больших складок. Это текстура Bump для мелких впадинок, шероховатости нашей ткани. И обычная цветная текстура. Давайте начнем с нее. Перетаскиваем ее в нашу рабочую область. И перетаскиваем ее в Diffuse. На время отключим Userial Vault Scale, чтобы видеть ее. Что нам еще нужно? Glossness мы зададим тоже картой. Вот эта вот карта у нас будет, точнее не Glossness, а Reflection. В канал Reflect мы засунем вот эту карту. Можно сделать отражение чуть-чуть поменьше. Для этого в свойствах нашей карты сделаем ее чуть-чуть потемнее. С помощью галочки во вкладке Output Enable Color Map делаем ее чуть-чуть потемнее. Вот таким вот образом. Будет чуть поменьше отражений. Блик мы, естественно, сделаем размытым. И Так, блик порядка 0,5. Ну и тип BRDF на Ward, чтобы блик был еще более размытым. Теперь давайте добавим Bump. И он у нас будет составным. Он будет состоять из двух карт. Еще у меня есть вот такая вот карта больших складок. И замиксуем мы, естественно, картой Mix. Color 1, Color 2. И это в Bump Map. Mix Amount 50%. Так, цвет вот этот вот, я думаю, поменяю немножко. И еще кое-что с ним сделаю. Нам нужно сделать эффект цветящего всего ворса. Но сначала поменяем, в принципе, оттенок. Допустим, сделаем его чуть-чуть более красным. Ну, допустим, такой цвет. И теперь, как нам сделать эффект цветящегося ворса. Потому что, когда мы смотрим на ткань, под углом она немножко подсвечивается. То есть, ну, такая белая. Давайте добьемся этого эффекта. С помощью карты Falloff. Засунем нашу карту и в Map1, и в Map2. Только сначала разберемся, где какой цвет. Так, вот у нас по умолчанию сейчас получилось то, что под углом белый. А прямо у нас тот цвет, который нужен. Вот этот вот. Ну, давайте в обе карты засунем. Точнее, в оба слота засунем нашу одну карту. Но для второго слота мы поставим пополам цвет и карту. Вот 50%. И у нас как бы фактура будет, но при этом ткань будет немножко подсвечиваться под углом. Это будет симулировать эффект светящегося ворса. Но ткань у нас, естественно, не светится вот так вот сильно. Она светится только под большим углом, под достаточно острым углом. Поэтому в карте Falloff мы вот эти вот параметры немножко поменяем. Установим вот у этих точек без Е. И сделаем примерно вот так вот. Вот мы видим то, что свечение осталось только под углом. Даже, наверное, вот так вот. Чтобы чуть-чуть побольше было. Да, вот так вот оставим. И давайте применим этот материал и посмотрим, что получилось. Сейчас посмотрим на размер. Размер нормальный. Если что, размер можно настроить, убрав тут, точнее поставив Use Real World Scale и введя реальные размеры. Либо покрутив тайлинг. Но сейчас у меня размеры вполне устраивают. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот такой вот симпатичный материал у нас получился. Если мы приблизим, то увидим то, что вот тут у нас как раз как будто бы подсвечивается ворс. Вот тут, например, тоже. Хотя с этой стороны свет не падает. В сцене этот материал смотрится очень симпатично. То есть вот мы видим тут вот подсветка, тут подсветка. То есть складочки. Все это тут есть. Тут тоже вот складочки. И они сделаны не геометрией. То есть вот то, что мы тут видим. А это все с помощью Bump текстуры. Вот и тут тоже.